Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ Новости. В студии Гульмира Тимиргалиева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главном. Нет оснований. Предприниматели Алматинской области против необоснованных проверок. Подведен, но не подключен. Жители частного сектора Талдыкургана рискуют в холода остаться без газа и тепла. Полная готовность. В случае предполагаемой второй волны коронавируса в Алматинской области могут развернуть более 5000 коек. Предупредить и предотвратить. Около 110 тысяч человек было инфицировано коронавирусной инфекцией в стране с начала пандемии. Только за последние сутки в Казахстане выявлено 112 человек. Статистику по COVID-19, а также меры профилактики по предотвращению болезни, обсудили сегодня на правительственном селекторе под председателем премьер-министра РК Оскара Мамина. Ситуация в стране находится под контролем. Об этом говорят цифры. В сравнении с другими странами положение остается стабильным, доложил Алексей Цой. При оптимистичном прогнозе к декабрю количество инфицированных не должно превысить 30 тысяч, подчеркнул он. Кроме того, доложили и о проделанной за неделю работе. Цены на самый востребованный товар года, маски, снизились до 60 тенге. На 390 миллионов тенге закуплено порядка 10 тысяч масок. На складах имеется двухмесячный запас лекарств. Это 37 наименований. Отдельного внимания удостоились врачи и школьники. Медработникам должны быть выплачены компенсации в сроке и в полном объеме. Дети, обучающиеся в штатном режиме, должны быть обеспечены всем необходимым. Нельзя допустить их заболеваемости, поручил Аскар Мамин. Не обошлось и без критики. Глава Кабмина выделил слабую работу мониторинговых групп. Амандык Баталов о проблеме осведомлен и уже наметил пути решения. Кроме того, Аким области поручил ответственным лицам заполнить стабфонд лекарствами. Более 5000 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алматинской области на сегодняшний день. Свыше 96% из общего числа вылечились. В целом в регионе массовых вспышек заболеваний не наблюдается. По словам представителей Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, занятость коечного фонда составляет 12%. Согласно данным областного управления здравоохранения, в случае предполагаемой второй волны в ЖТСУ могут развернуть более 5000 коек. С целью недопущения критической ситуации в области прилагается ряд мер. Так усиливается работа специальных мониторинговых групп, проверка лечебно-профилактических организаций и учебных заведений. Идет санитарно-просветительная работа среди населения каждодневная и подготовка медицинских кадров к новым протоколам лечения. За последние два дня 9 человек зарегистрировано. Они все находятся на медицинском наблюдении. По труду и награда президент Казахстана Касымжумар Тукаев отправил благодарственное письмо отличнику образования страны Валентине Спиридоновой. Представительница благотворительного фонда имени Кемеля Тукаева уже на протяжении двух десятков лет вносит неоценимый вклад в получение достойного образования подрастающего поколения Каратальского района. От имени главы государства в торжественной обстановке заслуженному педагогу вручил благодарственное письмо и ценные подарки Аким Алматинской области Амандык Баталов. Благотворительный фонд имени известного писателя Кемеля Тукаева уже 20 лет оказывает поддержку творчески одаренным ученикам и детям из социально незащищенных семей средней школы имени Кемеля Тукаева Каратальского района. Фонд помогает получать достойное образование не только в стенах учреждения, но и далеко за ее пределами. За эти годы более 50 выпускников получили образовательные гранты на обучение в лучших вузах страны. Еще двое за счет фонда обучаются в престижных университетах зарубежья. Проводимая работа высоко оценена лично Касмжомартом Тукаевым, который отправил благодарственное письмо и нагрудный знак «Золотой барс». Выражаю вам благодарность, пожеланиями крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших успехов. Касмжомар Тукаев, президент Республики Казахстан. Для стимулирования образовательного процесса 10 отличников школы ежемесячно получают стипендии из фонда, а детям из малообеспеченных семей покупаются школьные формы и принадлежности. Одним словом, создаются все условия для качественного обучения. Валентина Спиридонова выразила особое признательное за оказанное внимание со стороны главы государства и руководства области, отметив, что и впредь будет неустанно трудиться во благо подрастающего поколения. Эта работа общая, я считаю, что это грамоты, это полностью нашей области. Вам лично огромное спасибо за поддержку, за помощь. Вы всегда с нами, всегда на любую просьбу откликаетесь. Огромное вам спасибо. И коллективу школы, спасибо районному, району. Всем огромное спасибо. Это нам всем. И за дел, чтобы работали еще лучше. На достигнутом не останавливались. Спасибо. Спасибо огромное. Также в будущем среднюю школу имени Кемеля Тукаева будут расширять. Планируется возвестить дополнительные пристройки и реконструировать существующие. Елеман Раймбеков, Абзул Нисипов, телеканал «Рицу». Страна без коррупции. Одно из важных направлений послания президента призывает общество к борьбе с антисоциальным явлением. Его поддерживают и ветераны региональной антикоррупционной службы. Среди них Талгат Абдрахманов. Борьбе с коррупцией он посвятил 30 лет своей жизни. Сейчас на заслуженном отдыхе. Бывший сотрудник ведомства считает, что задачи, которые ставит президент, своевременные. Ведь прозрачность работы государственных органов и доступность к информации повышает взаимное доверие и уважение между властью и народом. Государство без коррупции – это справедливое государство. Об этом как раз таки президент в своем послании акцентирует. Президент не зря обращает внимание об ужесточении наказания. Это правильное указание президента. Общественность не должна относиться равнодушно к этому. Экономический кризис, провоцированный коронавирусом, ударил по многим предприятиям практически всех отраслей. Но больше всего забот бизнесменам доставляют контрольно-надзорные органы, которые продолжают проводить регулярные проверки. В связи с этим антикоррупционная служба страны запустила проект под названием «Защита бизнеса, инвестиций и его сопровождение». Он активно реализуется в Алматинской области. В рамках проекта уже заключено 44 соглашения. Очередной меморандум подписан с Жаркенским крахмалопаточным заводом. За полтора месяца шесть проверок проведено на Жаркенском крахмалопаточном заводе. И это после объявления в стране моратория на профилактический контроль и надзор с посещением в отношении субъектов предпринимательства. По словам руководителя завода, им приходится в год выдерживать по 20 проверок. Вот мы за полтора месяца уже шесть проверок прошли. Это экология, это пожарные, это безопасность труда, налоговая. Вот сейчас еще Балхашский, Алакульский водовод какой-то там приходит проверять. Причем, если вы посмотрите аналитику этого всего, это один и тот же вопрос. Если вы посмотрите их акты, там нет ничего такого, которое бы угрожало жизни людей или же экологии и так далее. Да, есть какие-то моменты. Вот последняя проверка экологии, будем говорить, да, они выявили семь нарушений у нас. Все семь проверок мы судом отменили. Вот таким образом им приходится каждый раз в суде доказывать свою правоту, поскольку норма закона не позволяет им в обычном порядке по умолчанию отменить результаты проверки. А это отнимает время и забирает силы, сетует кузиев. И чтобы не допустить таких незаконных и неправомерных действий со стороны государственных органов, антикоррупционная служба ведет и свою работу в рамках нового проекта. Механизм его реализации заложен при соединении инвестора к антикоррупционному соглашению, посредством чего на 100% защищают его от любых бюрократических и коррупционных посягательств со стороны недобросовестных чиновников. Когда от них поступает обращение, мы ее прорабатываем в рамках закона. Если мы видим, где, скажем, создаются какие-то барьеры, вот эти искусственные, как мы говорим, мы принимаем меры, как мы, и на вышестоящие, скажем, госорганы, которые должны обращать на это внимание. Потому что здесь мы говорим, откуда появляются вот эти вот бытовые коррупционные проблемы. Именно когда создаются такие барьеры, и оттуда выплывают вот эти вот коррупционные риски, проблемы, создаются специально, искусственно, чтобы человек пришел в тупик и как бы был готов что-то дать. Вот это, чтобы не было в последующем, и чтобы привлечение к нам, скажем, инвестиций, в целом отношение к Казахстану, вот этот проект и существует. На сегодня антикоррупционной службой по области сопровождается порядка 680 миллиардов тенге. Проектный офис напрямую рассматривает обращения предпринимателей, оказывая исчерпывающее правовое содействие. Так, за период реализации проекта поступило 114 обращений. Почти все они решены в пользу предпринимателей. Некоторые проблемные вопросы рассматриваются на уровне государства. Гульназ Мустафа, Мадибай Бусынов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Конфликт между жителями и монополистами возник в Талдыкургане. Многие горожане не могут дождаться подключения к газу. Нужное оборудование уже приобретено и установлено, однако голубого топлива до сих пор нет. О причинах проблем с газоснабжением в городе узнавала Одина Смогулова. Заболела, топить нечем, потому что понадеялась, что уже буду с газом в это время. Почему до сих пор нету газа? Два с половиной месяца. Вы поймите, работает час. Ольга Федорова. Второй месяц ждет подключения к голубому топливу. Все необходимое оборудование было установлено еще в июле. На дворе октябрь, а тепла так и нет. Проблема в запуске системы, за которую требуют оплату. Представители Трансгаз Аймака говорят, что надо оплатить госпошлину в размере 8 221 тенге за подключение. Как только будет произведена эта оплата, будет подключение. Я не стал оплачивать данную сумму, потому что данную сумму, я считаю, это нереально и неправомерно. Сумма была аннулирована. Но почему-то Трансгаз Аймака опять выдвигает. Несогласны с требованиям газоснабжающей организации и другие услугополучатели. Однако, как выяснилось, правда все-таки на их стороне. О чем и пояснили в антимонопольной службе. Было дано предписание о незамедлительном устранении нарушения законодательства СССР в адрес щитцузского производственного филиала КАС Трансгаз Аймак в части принятия оплат. Однако, со стороны филиала подано исковое заявление о признании незаконным данного предписания. На сегодняшний день идут судебные разбирательства. Если суд призна с законом данного предписания, филиалу необходимо прекратить взимание плат за пломбировку и первичную пуску газа. Устав отхождения по инстанциям требованиям анаполиста многие потребители выполнили. Ведь иначе тепла не дождаться. А тем временем температура за окном уже близится к минусу. Мы уже купили уголь, представляете? Ну, в мешках мы взяли, потому что если не топить, холодно, ужасно холодно. Сколько можно ждать? В этом году на газовое отопление перешли более 17 тысяч талдокурганцев. Около 7 тысяч из них – жители частного сектора. Зоя Ким также столкнулась с проблемой газоснабжения. Уже около двух недель она ждет установку счетчика, без которого подача газа невозможна. Проблема – нехватка приборов учета. В течение двух недель, как комиссия примет, мы вам установим счетчики. Но уже прошло два месяца, нету ничего. А так все у нас. Дома холодно. Ну, дома холодно, конечно, холодно будет. Ну, вот с 1933 года бабушка. Директор газоснабжающей организации утверждает, все дело в резком наплыве запросов от жителей в период наступления холодов. До недавних пор проблема нехватки рабочих рук в Кастрендгаз Аймаке была. Сейчас этот вопрос отпал. Не хватает счетчиков, как выяснилось, не хватает редукторов, не хватает некоторых задвижек. С соответствующим письмом мы обратились в компетентные органы управления энергетики. С этим вопросом нам сегодня помогает. Я думаю, в ближайшие недели время этот вопрос мы решим. Вопрос подключения – это единовременные работы, связанные с подключением к вашим системам от наших газопроводов. Работа связана с безопасностью, с привлечением наших специалистов. Соответственно, возникают определенные расходы. Руководство газоснабжающей организации уверяет, что дилемма нехватки счетчиков решится. Приборы учета появятся уже на днях. Все, что остается жителям, проявить немного терпения, и в их домах скоро появится тепло. Одина Смогулова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. В Казахстане разработают программу развития рыбной отрасли. В своем послании президент страны Касымжум Мартукаев уделил этой отрасли особое внимание. Разведение и продажу рыбы увеличат так, чтобы потребление составило не меньше 16 килограмм на душу населения в год. Сейчас эта цифра составляет 4 килограмма. Связано это с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения, которая призывает людей больше употреблять богатую белками и витаминами рыбу. В Алматинской области действует уникальный рыбопромышленный комплекс. С его работой ознакомился и наш корреспондент. Каза Органик Продукт. Базируется он близ города Капшагай. Уникальность данного предприятия в том, что это первое замкнутое производство, не наносящее ущерба экологии и работающее на собственном рыбопосадочном материале и кормах. Мощность завода позволяет ежегодно производить до 10 тысяч тонн живой и замороженной рыбы. Все зависит от спроса, отмечают технологи предприятия. Главной особенностью является то, что за 6 месяцев рыба от периода икры доходит до товарного веса в 1 килограмм. Это позволяет за год получать продукцию дважды. В данный момент мы находимся в инкубационном мальковом цехе нашей фермы. Позади меня находится оборудование, с помощью которого мы начинаем весь наш технологический цикл получения рыбной продукции. В данный период более 90% на выращивании африканский сом или клариас. Признанный мировой продукт деликатесный. В нем отсутствуют маленькие кости, которые мы так не любим, в тканях, которые находятся. Содержание жира достаточно низкое, порядка 5%. Вместе с тем содержание белка порядка 21%. Рыба не имеет именно кларий. У него отсутствует ярко выраженный запах рыбы. Помимо клариуса здесь выращивают теляпий и африканского красноклешнего варака. Все в системах замкнутого водоснабжения. На заводе ежедневно производится экспертиза воды, имеется своя лаборатория. Такие меры необходимы для получения экологически чистой продукции. Помимо внутреннего рынка товар экспортируется и в соседнюю Россию. Там ее высоко оценили за отсутствие химических примесей. На сегодняшний день имеется 15 видов рыбной продукции. То есть мы даем стопроцентную гарантию, что люди не получат никаких вредных веществ с нашим продуктом, а только полезные. И полезные вещества в полном объеме. То есть если хотя бы раз в неделю употреблять рыбу, как четверг, рыбный день возобновлять, то уже вы получаете очень много сбалансированных, качественных, питательных веществ. Нашего мраморного клариуса называют говядиной будущего во всем мире. То есть считается, что клариус, как аквакультура выращиваемая, он будет постепенно заменять мясо, которое дорожает, и снабжать человечество теми же необходимыми белками, витаминами и минеральными веществами. В 2019 году общий объем рынка рыбы и рыбной продукции в стране составил 66 тысяч тонн рыбы. Однако водные ресурсы Казахстана позволяют выращивать до 600 тысяч тонн рыбы. В связи с этим в целях поддержания рыбных хозяйств инициирован ряд изменений в законодательство. Кроме того, рассматриваются пути предоставления субсидий. Около 5,5 тысяч человек Алматинской области ежегодно могут бесплатно отдохнуть в санаториях. Отдельным категориям граждан в установленном порядке предоставляются специальные путевки на санаторно-курортное лечение. Кто именно имеет право поправить свое здоровье за счет государства, узнавала наша съемочная группа. У маленькой 7-летней Умиды врожденное заболевание, из-за которого девочка буквально прикована к инвалидному креслу. Но уже сегодня появилась надежда на полное выздоровление. Вот уже несколько лет семья получает бесплатную путевку в санаторий на лечение. Благодаря проводимым процедурам есть шанс, что в скором будущем девочка сможет жить полноценной жизнью. Спасибо нашему райсу Безжаркинскому и государству, что выделяется детям нашим, помогает. Здесь все хорошо, очень уютно. И вот это ванночки, все вот эти процедуры очень хорошо помогают. Надавилось, что в дальнейшем дочка будет ходить. Спасибо. И таких случаев немало. Ежегодно, согласно приказу министра здравоохранения и постановления Акимата Алматинской области, бесплатно санаторно-курортное лечение получают инвалиды, дети с ограниченными возможностями, участники Великой Отечественной войны и лица, приравнанные к ним по льготам и гарантиям. Сюда я приехала по бесплатной путевке от Горсей Без, так как являюсь инвалидом. Вот, у меня на обоих ногах протезы. Получаемые лечения идут вроде бы как бы в пользу. Я очень довольна, даже нет слов мне передать. Спасибо государству, что такую заботу проявляет за нас. Ежегодно государством проводятся тендеры для оздоровления нуждающихся. В этом году мы обязались оздоровить 1550 человек. Стараемся, чтобы людям нравилось. В течение последних двух лет приобрели новое, современное, в том числе лазерное оборудование. Приобрели для инвалидов подъемник, который позволяет подниматься по лестнице электрически, самодвижущейся, прямо с коляской, и проходить процедуры не в номерах, как раньше было, а там, где проходят все. В Алматинской области услуги санаторно-курортного лечения предоставляют шесть учреждений. Для того, чтобы получить бесплатную путевку, необходимо обратиться в отдел занятости по месту жительства. Стоит отметить, что уже со следующего года подать заявление можно будет только в электронном формате. С 2021 года будет портал социальных услуг уже работать, и заявитель дома, сидя, может уже подать заявление на санаторно-курортное лечение. Они должны сперва изначально получить электронно-цифровые подписи. Согласно этому порталу, к этому человеку будет открыта индивидуальная программа реабилитации, что ему назначено, какие средства реабилитации. И он может, сидя дома, уже получать эти все услуги, не ходя в отдел занятости, не стоя в очереди, не писая каких-то заявлений. В прошлом году в Алматинской области для льготников было приобретено 5340 путевок. В этом году, несмотря на пандемию, выделенные средства были увеличены. А это значит, что до конца года бесплатное санаторно-курортное лечение получат 5602 человека. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. В Талдыкургане прошел полуфинал интеллектуальной игры IQ-ДОДА. За право победы соревновались лучшие эрудиты Алматинской области. Участники – жители со всех уголков региона, предварительно прошедший отборочный тур. Всего 7 команд, в каждой по 5 участников разных возрастов. Темы разные, цель одна – повышение и развитие интеллектуального уровня жителей области. Вопросов на энциклопедические знания почти нет. Оценивали интеллектуалов исключительно по логике, кругозору и сообразительности. Трем командам, занявшим призовые места, будут вручены денежные призы. Результаты интеллектуальной игры огласят 24 октября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия. В очередной раз нарушен режим гуманитарного прекращения огня. Власти, не признанные Нагорно-Карабахской республики и Армении, говорят, что мастированному обстрелу с самого начала войны подвергается столица и другие населенные пункты Нагорного Карабаха. Разрушается гражданская инфраструктура. Баку обвиняет Ереван в ракетном ударе по второму по величине городу Азербайджана Гяндже, сообщая о гибели 13 мирных жителей и десятках раненых. В Минобороны Армении отрицают информацию об ударах с армянской территории по Азербайджану. Евросоюз заявляет, что все обстрелы гражданских лиц и гражданских объектов любой из сторон должны быть прекращены. В столице Нигерии, Лагосе и других крупных городах страны десятый день подряд продолжаются многотысячные демонстрации против полицейского насилия. Движение за реформу полиции не утихает, несмотря на то, что несколько дней назад правительство удовлетворило основное требование протестующих, распустив специальный отряд полиции по борьбе с ограблениями. По данным местных СМИ, протест координируется через социальные сети, в которых публикуются призывы перекрывать ключевые автомагистрали. Хакеры, связанные с движением протеста, выложили в открытый доступ личные данные многочисленных сотрудников полиции и взломали интернет-сайты общенациональных СМИ. Двоюродный брат обладателя пояса абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, Умар Нурмагомедов, госпитализирован в Дубае. Об этом сообщили в команде спортсмена. Умара доставили с сильным гриппом, температурой и рвотой. 24 октября Нурмагомедов должен провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Главным событием вечера станет поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэджи. В активе 24-летнего Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в ММА. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова